Дорогу на Высотной и Тотмина все-таки будет ремонтировать та самая компания, которая в прошлом году неудачно сделала проспект Мира. Сегодня антимонопольная служба признала эти торги законными, а жалобы других участников аукциона – необоснованными. Напомню, выиграла торги компания Красноярск-Дорельемстрой, рекордно снизив сумму контракта почти на 32%. Начальная цена работ превышала 164 миллиона. Подрядчик согласился отремонтировать Высотную Тотмина за 111. Сразу после этого в антимонопольную службу посыпались жалобы от других участников торгов. Проведя проверку, специалисты УФАС не усмотрели никаких нарушений. Более того, там понимают, откуда такая борьба. В данном случае идет борьба уже давно всем известных групп за эти заказы. И мы об этом, наверное, уже несколько месяцев периодически намекаем, что поскольку сам пирог, вот этот муниципальный, он сокращается, сокращается финансирование, это не секрет. За каждую копейку теперь готовы. Даже вот в том режиме, что просто ни мне, так и ни вам тоже. Такого рода жалобы приходят. Генеральный директор компании Красноярска ДОР Ремстрой Юрий Брица сегодня признался, что при таком снижении суммы контракта они практически ничего не заработают. Но если бы они упустили этот муниципальный заказ, то, пожалуй, пришлось бы распускать коллектив, говорит Бриц. Правда, ли, сделав свои возможности, он все-таки принял решение максимально снизить стоимость работы. У нас находится возле как раз этого объекта асфальтобетонная установка. Транспортная схема у нас хорошая, так сказать, потому что маленькое плечо, логистика проработана в данной ситуации была. Также по поставке материалов я хочу сказать, что были отработаны с поставщиками вопросы, потому что все-таки там большие заказы. В департаменте городского хозяйства сегодня рассказали, что в этом году они намеренно выставляют на торги крупные лоты, сразу несколько участков дорог. Это позволяет привлечь крупные компании с собственным производством и в то же время отсеять фирмы-одноневки, которых в последнее время развилось очень много. Что касается иногородних и иностранных компаний, которых мэр и руководитель департамента горхозяйства хотели привлечь, то они пока сами не идут к нам. Потому что для того, чтобы здесь начать работу, компании нужно иметь штат, иметь технику. То есть это все-таки тяжелая, большая техника, которая должна где-то базироваться. То есть ее либо нанимать в субподряд нужно, либо свою привозить. Это нужно открывать филиал здесь, то есть ставить людей, потому что такая работа, которую нужно ежедневно контролировать. То есть если нанимать субподрядную организацию, то должна быть большая прибыль где-то заложена, для того, чтобы что-то компания могла себе оставить, а что-то субподрядчику заплатить. В муниципальных контрактах такой прибыли, естественно, не заложено. Вместе с тем в компаниях по ремонту дорог отмечают, что дело даже не в том, кто будет подрядчиком. Дело в дорожной смеси. Специалисты уверены, что она не подходит для городских магистралей. Поскольку нет ливневой канализации, этот асфальт все впитывает и разрушается. Но в этом году, как говорят в дорожных фирмах, они будут работать с новой смесью. И там таких последствий не должно быть. Добавлю к ремонту Высотная и Тотмина. Победитель торгов намерен приступить уже в ближайшие недели. Я же предлагаю обсудить эту тему на нашем сайте afontova.ru. Ну а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 29 29 115. Наталья Истомина, Игорь Лобакин, Афонтова новости.